Интереснейшая история. Игнать Тихонович Лапкин. Книга к истинному православию. Есть много разных икон. Только чудотворных икон Божьей Матери более трехсот. И только на иконе священно-мученика Игнатия Богоносца изображены львы, грызущие его. Так как имена сегодня в подавляющем большинстве дают произвольно, то редко встретишь Игнатия и льва, и тем более в тесной связи одного события. Имен человеческих, носящих имя зверя, всего два. Лев и Гурий Львенок. И чтобы именно лев нападал, поносил, грыз именно Игнатия, смотри житие Игнатия Богоносца, это по теории вероятности возможно было, быть может, единожды за всю мировую историю. Учитывая, что я назван непроизвольно, а по святцам, вполне допустимо, что эта роковая встреча с отцом и львом запрограммирована от века. Родители ныне стараются дать детям имена благозвучные, по их мнению легкие. Называют Сережами, Игореми, Олегами, Сашами, Володями, Колями, где Самуилы, Агафоны, Марки, Антонии, Евтихии. А когда принимают монашество, берут имена почти экзотические. Евпраксия, Ювеналий, Петерим, Гедеон, Иоанники, Феофан, Серафим. Отчего же детей приучают жить по облегченному режиму, чтобы не было насмешек от сверстников за имя Серапиона, Пахомия, Лазаря. Когда же ребенок назван точно по календарю, то и прозвища его могут стать предсказанием его жизни. Я родился 10 июня, по старому стилю, 28 мая, и назван в честь Игнатия, митрополита ростовского, чудотворца. И дети обзывали меня Ягненок, Ягушка, по созвучию с именем. И всю жизнь терпеть приходилось от волков и львов, в мундирах и в рясах, в галстуках и крестах. Так судьбе у Щукаря, так судьбе Щукаря у Шолохова, где какой бык или кобель не сорвался с цепи, то на меня обязательно наткнется. Особие энциклики на меня были от баптистов и старообрядцев, от патриарха, прокуратуры и КГБ и от суда. Но утешаюсь, сделавшись всем для всех. 1 Коринфянам 8 глава 18 по 27 стихи «Словом Божьим да не исторнет, подобно льву души моей» Псалом 7.8 «Спаси меня Господи от пасти льва» Псалом 21.22 «Господь же укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из-за львиных челюстей» 2 Тимофея 4.17 «Вера заграждает уста львов» Евреям 1.33 «И Сам Всевышний избавляет нас от силы льва» Рок Даниил 6 глава 27 стих «Мы неизвестны, но нас узнают» 2 Коринфянам 6.9 «Игнатий» с греческого переводится как «неизвестный» «Это путь подражания апостолу Павлову святому Иерониму Стридонскому» «И кто сам на себя возьмет это бремя от рождения» «Великодержавный зуд создал человеко-бесовский конгломерат Кентавра» «Коммунисты и в кавычках патриотические служители алтаря» «Смотри газету «Завтра», газета государства российского, номер 5, февраль 96 год, страница 5 «Христос, первый коммунист» Здесь же слово отца Дмитрия Дудко «Воистину, по Ницше подпрыгнули под нравственность, как в житии Афеофилия» «Память 23 июня» «Только бы вернуть утерянные позиции, даже продав душу дьяволу, совершив эту сатанинскую купчию» Это же происходит с теми, кто хочет воссоздать Российскую империю «Даже через дьявольскую симфонию ирочекистов, звездонев с душегубами» «Значит, нужно им оправдание клятвы, присяги, нужны мечи, нужна слепая послушная масса прихожан из великого инквизитора» «И тут ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь» «Святой Иоанн Златоуст» «Я получал много отзывов за свои публикации, похвальные и хульные» «Знаменательно, что ревнители принятия присяги и ведения плоской войны буквально свирепеют, угрожают карами, убийством, судом» «И отсюда тоже нетрудно сделать вывод» «Ненавидящий брата есть человека-убийца» «Как служитель своего отца, Иоанна 8.44, для него пролить кровь – ничто в глазах его» «Серахова 8.19» «Давайте откроем, Иоанна 8.44» «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего» «Он был человекоубийца от начала, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины, когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» «И книга «Серахова 8.19» «Не заводи ссоры со вспыльчивым, и не проходи с ним через пустыню, потому что кровь, как ничто в глазах его, и где нет помощи, он поразит тебя» «Две тысячи лет христиане перековывали серпы на копья и орала на мечи» «Слабый пусть, говорит, я силен» «Разделились на тысячи сект, пролили моря крови, и даже перед концом света не допускают мысли, а может быть не плотским оружием завоевывают сердца Христу, не крестовыми почищами Гога и Магога приобретаются овцы» «Христос послал своих свидетелей, как овец среди волков и львов» «С кем спаситель? Где восстанут лютые волки, не щадящие стадо? Не искли рели христианского» «Книга Деяний, 20 глава, 29 стих» «Ибо я знаю, что по шествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо» «Пощадите малых сих, доверившихся слепым вождям» «Лично мне еще 30 с лишним лет тому назад пришлось говорить и писать священникам, архиереям и патриархам о многом непотребстве в церкви, но тогда почти никто и слышать не хотел, а ныне по милости Божией Господь пробуждает совесть духовных вождей и мирян почти по всем этим больным темам» «Это, первое, о крещении с троекратным погружением, апостерское правило 50-е, с предварительным длительным оглашением, об этом и слушать не хотели «И кто из священников в прошлые годы не осквернился мочением головы в кавычках крещаемого, не научив ничему?» «Второе, о позорной подчиненности сатанистам, о сергианстве и наконец-то стали отгребаться, вылазить. Кто не запятнан тем? Разве трудно это было видеть? Но из-за этого меня хватали, сажали лояльные к власти попы» «Третье, совершение крестного знамения. О неправильности его совершения я писал и говорил десятки лет. И наконец, в законе Божьем, составленном протеереем Серафимом Слободским, читаем, впоследствии, получив основательное замечание от одного верующего человека, мы поняли, какую страшную ошибку мы допустили. «Ведь подумать только, в течение многих десятилетий, нанося на себя крестное знамение, человек опрокидывал на себе крест Христов, тому только бесы радовались. А ведь это опрокидывание победного знамения Христова над дьяволом было утверждено многократно Святейшим Синодом, где сидели и архиереи. И кто им закрыл там ум и совесть?» 4. Уже кажется бесконечным сопротивление архиереев, когда указываешь им на их непрерывное нарушение 413 соборных правил и из действующих сегодня 719 правил соборов. «И здесь начинают что-то делать, хотя где-то. Не допускать дослужения в диаконстве до 25 лет, а в пресвитере до 30 лет». 6. Вселенский собор. 15. Правило. «Пятое. Есть весточки, что крик об изгнании торговли из храмов будто бы где-то услышан». Евангелие от Иоанна 2, 16. «И сказал продающим голубей, «Возьмите это отсюда, и дома моего не делайте домом торговли». Матфея 21, 12. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков из камьи продающих голубей. И говорил им, написано, дом мой домом молитвы новичево отца, а вы сделали его вертепом разбойников». 6. Вселенский собор. 80. Правило. 100. Главый собор. Правило 38. 6. Будучи в Синоде, я написал памятную записку. В августе 1992 года о том, чтобы немедленно переносили Синод на территорию России, смело рукополагали новых архиереев, архиепископа Лазаря отпустить с миром в его подполье. Не услышали, хотя епископ Пылорион эту памятку в тот же день разослал архиереям и положил на стол митрополиту Виталию. Не хотели вникнуть, не спросили ни разу. А развитие событий пошло именно так. 7. О исполнении на деле оглашенные языдити. 8. О чтении Евангелия, послании в Салтире и Париме на русском языке при богослужениях. 9. О благовестии мирян, об альтернативной службе в армии. 10. Об этом кто прислушался? Просто отмахнулись одни, другие сугробозами стали поносить. 10. Просим убрать из названия слово «заграницей», ибо оно несет нам только ущерб, изоляцию, поношение делу Божью. 10. Не слышат и бьют. 10. Жальтесь над собою, и по этим вопросам придется каяться. Сегодня еще время. Спешите делать добро. 12 марта 1996 года. 12 марта «заграницей» 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 12 марта «заграницей»